всем привет сегодня я решила снять видео про тараканов на самом деле снимала его уже пару раз но мне не понравился результат и пока я собралась его выложить то уже все кардинально поменялось в этих вот двух емкостях поэтому я снимаю сейчас заново расскажу как было и как она сейчас значит заводя пауков конечно же обязательно вам нужно будет завести какой-то вид корма я выбрала тараканов но я выбрала сразу три вида тараканов а в дальнейшем я оставлю какой-то наверное один себе который мне больше всего понравится потому что например вот здесь вот у меня суринамский таракан они может быть немного похоже на наших тараканов немного что-то среднее между курсаком и нашим обычным черным тараканом они мне не нравятся от них есть немножко запах как бы то в интернете читала что они не пахнут по сравнению там с мраморным тараканом я понятия не имею как пахнет мраморный таракан но от этих тараканов запах есть они очень быстрые они ужасно быстрые ужасно цепки резкие это их дети об этом будет другой другое видео о том как рождаются тараканы и надо будет проверить если там таракашки внутри не хочется выбрасывать детей наверно в смерть в общем вот у меня здесь есть и взрослые особи у меня почти закончились уже подростки вот видите он с крыльями у этого вида и самки и самцы с крыльями и тогда они становятся половозрелыми когда они становятся все превращаются уже в тараканов с крыльями то примерно через месяц они могут помню через 40 дней уже откладывать оттеку с детишками сейчас я вам покажу еще детишек вот сколько у меня детишек у меня детишек очень много но они на самом деле настолько маленькие что даже моим маленьким паукам ой детишки слишком маленькие поэтому я беру просто таракана такого обычного таракана режу его ножницами на три части но об этом тоже будет другое видео на самом деле все не так страшно как звучит к этому можно наверное быстро привыкнуть не знаю может быть должен быть какой-то другой склад ума и так внимание здесь в аквариуме да у меня красиво остался аквариум как раз после кактусов ника тоже вся во внимание да короче остался после какросов у меня корма сначала был от кого он у меня был неважно короче пробел я приобрела аргентинских аргентинских тараканов выпал ничего страшного здесь немножко все по-другому аргентинский таракан гораздо больше чем суринамский вот это вот у нас с крылышками это взрослые особи это мальчики половозрелые мальчики на самом деле я вам передать не могу как это интересно наблюдать как растут даже тараканы я хотела на самом деле завести пауков мне было как-то плевать вообще на корм для пауков но я поражаюсь их красотой вот честное слово я поражаюсь красотой этих тараканов пишите все что хотите вы мне вот это у нас мальчики это у нас девочка сейчас я покажу девочек у меня много они очень боятся рук сейчас это у нас еще не приленявшие ладно покажу вам не приленявшего то есть это у нас особь уже предпоследняя стадия перед перед тем как она вылиняет в большого таракана это еще подросток это у какой-то какой-то маленькая самочка странная ладно придется показывать так хотя бы там самка такая крупная ладно вот у нас самки у самок нет крыльев вот самки вот самки вот самец самец с крыльями смесь более тонкий более длинный пока у меня самочки не дают потомство потому что они переняли где-то месяц назад и по-моему они вынашивают аотеку дольше точно не помню перечитала про разные разные виды тараканов да кстати простите за шум на фоне как всегда мне прикрылось снимать видео когда он не стирается одежду ну да потом не будет времени потом надо будет опять развешивать опять делать какие-то дела так всего это у нас аргентинский таракан вот нашла вот этот у нас один таракаш это мадагаскарский это подросток мадагаскарского таракана и и вот вот этот красавчик ходят еще один подросток мадагаскарского таракана паника в ребенка на руки не хочет никто тараканы достаточно умные чтобы не идти на руки какой красивый он еще маленький он совсем крошка он должен быть в три раза больше по тяжести на раз в пять больше они не кусаются они даже не пытаются вас укусить какие красивые усы он смотрит вниз и думает как мне туда-обратно спрыгнуть короче у меня этих мадагаскарских тараканов всего-навсего три штучки и их я никогда никому скармливать не буду потому что они у меня ценные экземпляры и скорее всего они не будут размножаться многого я конечно же не знала перед тем их заводить этих тараканов и я купила 10 штук мадагаскарских тараканов 7 из них погибли 2 из них исчезли вообще без следа я вообще их не нашла и сейчас вы наверное думаете что скорее всего их сожрали эти тараканы так вот рассказываю предысторию 10 штук мадагаскарских тараканов у меня жили в отдельной емкости поначалу они ели а потом они начали дохнуть один с другим и когда у меня осталось 6 штук тараканов я решила что терять мне нечего сначала я позвонила человеку который продавал мадагаскарских тараканов я покупала не не у нее я покупала у другого а я решила позвонить потому что она в моем городе и уточнить некоторую информацию так вот она тоже сказала что у нее в этом году почему-то мрут мадагаскарские тараканы поэтому в продаже немного но если я хочу чтобы они разводились мне нужно брать штук 20 штук 20 это ну так как-то сумма тоже кругленькая и она сказала что они не размножаются когда их мало но я подумала почему бы их этих 6 штук не пересадить сюда аргентинцам пускай развлекаются общаются и аргентинцы мадагаскарцы совсем не обижали они живут все вместе у меня уже где-то два месяца наверно около того один мадагаскарец просто умер опять таки просто абсолютно целый он умер и я его даже оставила здесь в этом аквариуме я за ним следила сначала думала что может быть он перед линькой может быть он оживет но нет он начал вонять тараканы достаточно мясистые и они воняют как дохлая кошка когда вздыхают поэтому да судя по запаху было понятно что он сдох и за три дня его аргентинцы абсолютно не трогали куда делись еще два мадагаскарца я не знаю возможно они где-то закопаны просто в опилках потому что я держу на опилках возможно я их просто не нашла может быть они засохли в опилках опилки все-таки берут на себя влагу так вот переверну покажу вам пока я тут болтаю и один мадагаскарец вот этот вот красавчик который вам показывала он благополучно перелинял пару раз еще здесь остальные полиняли по одному разу а в той емкости они сидели и не линял абсолютно никто в общем им наверное действительно нравится компания тараканы очень компанийские животные их приятно кормить они съедают все подчистую ну конечно же нужно иногда вот такие вот вещи там шкурка вот это яблоко уже скрутилась уже пора выбросить это я какую-то я даже не помню базилики кидала с листьями съели листья или нет возможно погрызенный хлебушек тоже вот где я его мочила там у него погрызли ну раз плесени нет пускай лежит более подробные если вам интересно расскажу в другом видео как кормить тараканов пока я просто хотела вам рассказать какие у меня виды для кормления пауков аргентинцев я покупала тоже всего лишь 16 штук я заказала мне прислали на всякий случай 19 так вот за все время содержания три как раз штуки у меня и умерла и осталось у меня 16 аргентинских тараканов и еще не все перелиняли хочу все-таки взять самочку показать вам поближе самочку очень сильно против все вы только они оказываются на руках они никуда не могут но это вот почему-то она как будто бы маловато я не знаю там есть самочки покрупнее держится очень цепко лавами держится ее можно конечно скинуть ну вот он как удержится нашли на только видит куда слезть она сразу же убегает красивые конечно тараканы когда они только перелиняют у них очень интересный но они светлые такие сначала я все это вам покажу особенно когда аргентинцы уже дадут приплод и приплод будет постепенно линять я буду вам показывать сам процесс линки вот в общем то и все все от меня попрятались я их закрываю здесь стекло видите она мутная но мутная потому что она промазана вазелином широкой полосой промазана вазелином везде даже вот сейчас перед тем как я начала снимать здесь на над моем датчике да у меня тоже здесь датчик влажности температура сидел таракан как он туда допрыгнул для меня загадка ну видимо могут ребята все-таки прыгать вот он усатый таракан трюк в стежке промахутся петух и еще один момент аргентинские тараканы так как мальчики у нас крыльями мальчики могут в принципе чисто теоретически вылетать из аквариума поэтому ну у меня аквариум не полностью закрыт но он закрыт у меня вот так и я не знаю были ли попытки взлететь возможно были но они как правило взлетают не вертикально вверх правильно то есть они сюда вылететь не могут возможно даже не видишь что дыра может быть они взлетали ударялись об крышку либо об уголки и падали вниз хотя даже вот на вазелине возможно это я его зацепила скорее всего хотя смотрите нет вот это точно не я значит кто-то взлетал и пытался все-таки здесь в углу как-то вылезти это явно следы от лап да то есть еще здесь по вазелину можно еще и расследование проводить но все пока на этом все детишки суринамского таракаша крошечные эти детишки конечно же смертники как только они подрастут я буду кормить ими пауков а вот аргентинцам и мадгаскарцам по крайней мере вот этим повезло я ими кормить не буду потому что аргентинцы слишком большие для моих пауков мои пауки пока малыши и такой таракан слишком большой как для корма ну и перед тем как его давать ему надо оторвать голову и лапы чтобы он не покалечил паука потому что паук стоит как бы гораздо дороже чем таракан тараканы в общем-то когда у вас они приносит уже кучу детей то они вообще обесцениваются вот на такой грустной ноте пришел к концу наш выпуск все живое нужно кормить нужно кормить его так как его курмят в природе конечно же и несмотря на то что я обожаю крыс я проведу такую параллель просто с пауками и тараканами что пауков кормить тараканами не так уж и страшно есть конечно те которые будут плакать и кричать какое живодерство бедный таракан ты отрезала ему ножницами голову тебе бы отрезать голову ножницами поверьте мне это было уже не один раз и это будет в комментарии конечно такие люди будут блокироваться но к чему я это все веду есть люди которые держат змей и кормят их крысами это их дело я никого не осуждаю если человеку важнее змеи важнее держать коллекцию змей и у него есть необходимость кормить их крысами и мышами это его право и я никогда не буду на такого человека говорить никакие гадости каждого человека нужно уважать и пытаться понять я считаю его точку зрения так что пошла я уже философствовать пора завязывать с этим видео похоже спасибо за просмотр и всем пока пока